Жители Рязани возмущены. На остановке ОКБ электронное табло выдает информацию, не соответствующую действительности. Люди ждут одну маршрутку, а подъезжает другая. Так, например, вместо 90-й приехала 75-я, 98-я и 73-я. Бывает, что маршрутки подходят, а на табло нет. Как указано на табло, так и приезжают маршрутки. А не бывает так, что несоответствие какое-то есть? Ну, вы знаете, очень редко. В основном все нормально. Бывает несоответствие? Да, бывает несоответствие. Часто? Частенько. Например? Ну как, каждый день. Почему так происходит и электронное табло врет? Конечно, многое можно объяснить заторами на пути движения общественного транспорта. Информационная система, позволяющая пассажирам узнавать, когда на остановку прибудет нужный им автобус, троллейбус или маршрутное такси, работает в Рязани не один год. Специальное приложение на смартфоне позволяет отслеживать транспорт. И здесь все в порядке. Почему же не ту информацию показывает информационное табло? На территории города, на большинстве остановочных пунктов, данная услуга у нас как информирование пассажиров о прибытии транспорта происходит с помощью электронных табло. Соответственно, базируются они все на системе ГЛОНАСС, и связь непосредственно с каждым табло обеспечивается посредством GSM-канала. Ну, бывают такие сбои. То есть, у нас информацию саму предоставляет региональный навигационно-информационный центр Рязанской области, а непосредственно на сами табло она попадает через GSM-каналы. Иногда бывают сбои вследствие программных ошибок, либо задержки с GSM-каналом, где информация может отображаться некорректно. Помимо этой проблемы, жители Рязани озабочены тем, что прекратила работу маршрутка номер 42. Она ходит от остановки Кожзавод до 4-го микрорайона Московского шоссе. 42-я, 44-я, вот только две маршрутки, которые ходят на Московский. И то 44-е в последнее время тоже не бывает. Вот, 42-я удобно было ездили, а так сейчас придется, значит, с пересадками. Как люди теперь до Московского будут ездить? Это было удобно, люди, которые работают на Московском, без пересадок ездили. Ну, на самом деле, зря ее отменяют. 42-я регулярно, вообще постоянно езжу, очень-очень мне она нужна. 42-я вообще, для меня 42-я вообще, я живу на Станкозаводской, для меня прям маршрутка самая необходимая в моем. Во-первых, в дельфин там удобно, в больнице, а так не доберешься в тот район. По информации интернет-издания Я-62, на данный момент стало известно, что перевозки выполняла Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие номер 5. Свидетельство на работу было выдано администрации Рязани. Срок действия документа уже истек. На маршрут уже объявлен конкурс. Однако, кто станет победителем, будет известно только к середине июля. На полтора месяца работа маршрута прекращается. Мы обратились в администрацию города и ждем разъяснения ситуации. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Игорь Клотов, телекомпания «Город». Под 무엇iva ближе г килограмма «Город». Субтитры программ «Город».